наблюдателей учат вычислять участников акций полдень против путина и сдавать их полицию видите то есть там такое специальное обучение будут ловить да но началось умное голосование сегодня первый день голосования уже такое самое умное началось на избирательном участке в азбесте подожгли горючую жидкость да очень весело там горело бросились тушить китайским огнетушителем а он ни хера не работает ну то есть была такая веселуха также женщина подожгла кабину для голосования участке 1527 столичном марина подожгли кабинку для голосования в подмосковных мтищах на участке 1699 на избирательном участке влюблено а будку для голосования женщина облила бензином и подожгла ну таких случаев по россии уже много я думаю что за три дня вся информация соберется сколько там этих участков пожгли ну пока то бойко идет надо сказать я даже честно говоря не ожидал потому что партизанам и сказали бойкот никто не призывал я не мог призывать партизан пойти и же счет на участках исток ночи чтобы не податься а это какие-то камикадзе просто то есть их всех конечно переловили нам это не нужно что партизан ловили да лучше войди там администрацию какой-то спали и сроду тебя не поймают чем вот но это показательно это красиво надо отдать должное но мы не готовы своими людьми рисковать ни в коем случае потому что ну это стопроцентная посадка вы же понимаете в коголыми поджог тюменская область коголым там подожгли ну тут сейчас очень много информации она перекликается ну где-то с десяток поджогов произошел вот пенсионерка подожгла в москве значит участка объяснила это все секретным заданием что она получила секретные задания а вот девушка вылила зеленку в урну с бюллетенями это такое произошло в ростове в карачаево черкесии в симферополе два таких случая в москве может быть больше в воронежской области ну то есть сплошная зеленка в санкт-петербурге в избирательный участок бросили коктейль молотова и один бросили в москве вот зеленку и красище вещество на 15 часов московского времени таких случаев было 10 вот по россии зафиксировано да вот в борисоглебске в воронежской области в ростовской области в волгоградской области в карачаево-черкесии в симферополе ты значит элла панфилова заявила что мы предупредили все комиссии что привлекали росгвардию чтобы усилили охрану ящиков для голосования коль пошла эта цепочка подонки за деньги из-за рубежа используют других подонков и так далее то есть элла панфилова шуганулась они реально шуганулась ну потому что люди представлять способны на какой поступок это конечно самоубийство и такого мы бы не стали призывать да если там трансформатор бомбануть это одно дело да потому что ущерб колоссальный а риска никакого а здесь ты идешь ущерба никакого да но считай что ты присел но при этом представлять как сейчас этим сукам должно стать страшно всяким этим элом панфиловым и всем остальным с одной стороны там рдк долбит из танков стреляет беспилотники летят и тут еще нет у них прям под боком урны поджигают конечно нет очень серьезные их напрягать чего бы они там не говорили что это какие-то там сумасшедшие которых там с украины подбили что это подонки за деньги подонков какие подонки если они собой рискуют если они себя в жертву приносит это очень серьезно я думаю что если путин не убил навального по этих поджогов было бы гораздо меньше и зеленых это люди отчаялись как та девочка которая помните 27 лет не покончил с собой которые депутаты пытался избраться там чтобы как-то путинскому режиму насолить и как навального убили она поняла что вроде все как и жизнь закончилась так у этих людей то есть у них нет выхода это вот вот ресурс для нас для партизан подбирается таких людей объясняйте что незачем себя в жертву приносить надо путин сами жертвовать надо их мочить чё себя то зачем себя над жалеть кибер специалисты главного управления разведки украинской естественно атаковали систему онлайн голосования ну так это или не так я не знаю но то что она легла это сто процентов то есть какие-то хакеры поработали российские власти заявляют что сайт рухнул из-за беспрецедентного количества желающих проголосовать как беспрецедентное количество потому что вы обрушили наверняка тем что там запросы каждую секунду по несколько миллионов и он рухнул он не был к этому готов то есть его просто перегрузили но пишут что в регионах связи с этим шухер паника не знает что делать потому что систем газ выборы если рушится да то они ничего сосчитать не могут раньше они как-то там в комиссиях считали еще учителя математики были а сейчас без системы газ выбора достаточно сложно они придумали дополнительные модели то есть туда все загружается она уже помогает не сама система газ выбора все что с этим связано она уже папа помогает подтасовывать чтобы не было никаких разночтений то есть целая программа была подготовлена если не врут я не знаю кто ее сделал но говорят что касперский и сделал так или нет у кого есть информация скажите потому что это очень важно что потом как бы предъявлять людям сказать парни а вы чё там чем вы там занимались программки такие чтобы подтасовывать выборы делали ну так это нет я не знаю зачем купил зато и продаю но сказали люди которые сведущие в этих вопросах то есть которые сидят как раз на системе газ выбора программа ревизор и волонтеры смогли оценить масштаб фальсификации на президентских выборах в восемнадцатом году в 20 регионах согласно их выводов владимир путин нелегитимен на посту президента россии еще с прошлого переизбрали еще раз говорю путина и первый раз никто не выбрал первый раз выборы были в двухтысячном году он победил в первом туре он тогда первом туре не победил и не на одних выборах он не побеждал в первом туре всегда даже подтасованные цифры они всегда были менее 50 процентов и потом просто тупо рисовали то есть вначале там пытались забросать в урны что-то и никогда больше 40 процентов нигде не получалось ну там 43-45 ни разу путина первом туре не победил ни разу не медведев не путин никто и